ЗАВТРАК С АНТОНОМ ОБРЕЗАВАНИ Все знают, что завтрак – это залог отличного настроения в течение всего дня. Поэтому, чтобы весь день чувствовать себя хорошо, обязательно экспериментируйте с продуктами и блюдами на завтрак. Сегодня я решил приготовить гавайский завтрак. Это то, что придаст мне отличный заряд на целый день. Итак, что сегодня я буду делать? Для меня в первую очередь с гавайской кухней связан рис, ананас, мангола, любые тропические фрукты и креветки, как один из видов морепродуктов. Но рис я сварю на кокосовом молоке. Это будет очень вкусно и необычно. Для этого мне нужна кастрюля. Сразу наполняю ее кокосовым молоком. Оно немного гуще, чем обычное молоко, скорее даже похоже на сливки. Сюда же сразу засыпаю рис. Достаточно. Так, теперь, что делаю дальше? Я хочу из манго сделать коктейль, обычный манговый молочный коктейль, будет очень вкусно. И ананас обжарить вместе с креветками. Это будет рис с жареным ананасом и креветками. Для начала нужно очистить ананас. Так, отрежу сначала с двух сторон. И теперь аккуратно сниму кожицу. Порежу ананас таким небольшим кубиком и буду обжаривать его вместе с креветками. Вообще, это отличный продукт. Можете использовать его в огромном количестве блюд. Разумеется, когда речь заходит о какой-то южноамериканской кухне, будь то бразильская или, не знаю, аргентинская кухня, ну или, как в нашем случае, уже гавайская, ананас часто используют в огромном количестве блюд и во всевозможных формах. Делают из него супы. Единственное, есть такой интересный момент. Из ананаса нельзя сделать желе, потому что ананас будет просто расщеплять все желирующие связи. Но зато можно использовать агар-агар, сделать восхитительный такой мармелад из ананаса, свежего ананаса. Я порезал ананас и выкладываю его в миску. Так, теперь креветки. Я уже взял очищенные креветки. Они сырые, то есть не отварные, но полностью очищены. То есть от всего. Единственное, всегда оставляют хвостик у креветок. Я думаю, сейчас я их очищу, по крайней мере, часть из них. Потому что хвосты будут мешать мне в моем блюде. Все, теперь, пока варится рис, немного добавлю соли. И, пожалуй, небольшую щепотку сахара. Все, этого достаточно. Теперь из манго, напомню, я буду делать коктейль. Восхитительный, вкуснейший коктейль. Так, теперь нам необходимо разделать манго. Сейчас я найду кость. Да, вот она. И буквально по косточке, ножом. Таким вот образом. Манго я безумно люблю. Тоже использовать его в разных блюдах. Можно подавать его к закускам, например, к, не знаю, панской ветчине. Либо к мясным каким-то сыровяленым мясным продуктам. Так что да, манго сочетается со множеством продуктов. Так, все готово. И все кладу в миску. Аккуратно. Так, теперь последние пару кусочков. И все готово. Кстати, как раз сейчас поставлю сковороду. У меня довольно много креветок, много ананаса. И пока я буду заканчивать с манго, как раз сковорода будет разогреваться. Тут же проверю рис. Перемешиваю рис, чтобы он не подгорел. Так, теперь креветки и ананас. У меня разогреваются сковорода. Беру немного оливкового масла. Жду, пока оно разогреется. И тут же кладу буквально веточку свежего тимьяна. Совершенно прекрасная пряная трава придаст восхитительный вкус вашим блюдам. И в данном случае прекрасно будет сочетаться с креветками и ананасом. Все, сразу слышу характерное шипение. Параллельно проверяю рис, он уже практически готов. Теперь я накрываю его крышкой и снимаю с огня. Чтобы он мог спокойно впитать остаток жидкости и дошел до готовности. Можно смело выкладывать креветки на сковороду. И даже не важно, можно кинуть те, которые с небольшим количеством хвостов. Это не важно. Просто их мы положим сверху. И тут же закидываю в сковороду ананас. Достаточно. Так, теперь могу заняться напитком. Прекрасным манговым коктейлем. Для этого мне необходим стакан от блендера. Вот такой вот. Кладу в стакан манго. Прекрасно. Можно перевернуть креветки. Слегка. Восхитительный аромат. Немного соли добавлю. И молотого перца. И еще раз все перемешаю. Молоко. Просто выливаю молоко в манго. И я думаю, можно добавить сюда небольшое количество ананаса. Ананас очень вкусный, мягкий. Я думаю, он придаст волшебный совершенно. Такой гавайский аромат моему коктейлю. Так, все. Я думаю, что коктейль готов. Теперь мне осталось перемешать рис с ананасом и креветками прямо в миске. Так, выкладываю сюда рис. Вот, очень похож на ризотто. Хотя, по сути, рис просто отварен в кокосовом молоке и все. Но текстура у него совершенно прекрасная. Все, я думаю, для одной порции будет вполне достаточно. Теперь можно выкладывать... Можно выкладывать ананас с креветками. Так, я выкладываю те креветки, которые с хвостами, чтобы случайно потом их не съесть. Все, и еще одна креветка. Так, также веточку тимьяна, которую я специально оставил здесь. И все это теперь перемешиваю с ананасами и креветками. Замечательно. Тщательно перемешиваю. Теперь я буду сервировать мой завтрак. Так, выкладываю в тарелку рис с ананасом и креветками. Так, украшу все это креветками. Так, еще буквально пару штук. И, я думаю, здесь прекрасно будет смотреться мята. Да, пару листиков мяты отлично подчеркнут вкус всех ингредиентов. Так, еще один листик. И теперь я вылью коктейль в стакан. Прекрасный, вкусный, восхитительный молочный коктейль. И все, мой завтрак готов. Сегодня я приготовил себе завтрак в гавайском стиле. Это был рис на кокосовом молоке с жареными ананасами и креветками. И манговый молочный коктейль. Рецепт я, конечно же, вам дам. Рецепт я, конечно же, вам дам.